Огромный привет всем моим подписчикам! Сегодня мы с вами будем готовить, и я хочу показать вам рецепт одного очень простого и легкого салата, который идеально подойдет на ужин, особенно когда вы приходите с работы или с учебой уставшие, но хочется кушать, но неохота как-то заморачиваться, этот салат будет идеальным решением, поскольку он очень простой. Рецепт этого салата я придумала сама, нигде его не читала, возможно, конечно, что-то подобное я где-то видела, но таким образом у меня родилась такая идея салата этого, я приготовила его и теперь готовлю его очень-очень часто. Надеюсь, что вам мой рецепт тоже понравится. Также этот салат будет довольно-таки дешевый, очень дешево вам обойдется, поскольку продуктов для его приготовления понадобится очень мало. Итак, все продукты, конечно же, как вы понимаете, это помидоры и салат, конечно же, нужно было помыть, думаю, все это понимают. И первое, что мы будем делать, это нарезать салат. Ну, берем по несколько штучек и, в общем-то, просто нарезаем, как вам удобно. Так, теперь то, что мы нарезали салат, мы его уложим в какую-нибудь емкость, тарелочку, желательно глубокую. Итак, следующие, это будут у нас помидорки. Тоже режьте, как вам угодно, как вы, в общем-то, привыкли. Каждый режет так, как ему по душе. Можно кубиками, квадратиками, хоть соломкой, в общем, как угодно. Я вот так вот просто разрезаю. Можно сказать, кубиками, наверное. Помидоры тоже ложим сверху салатом в нашу тарелочку. Теперь пришло время самого главного и самого вкусного. Это, конечно же, маринованные шампиньоны. Сразу хочу сказать, что это на любителя. Я знаю, что многие наверняка не любят маринованные грибы. Если вы такие не любите, то, в принципе, можно заменить обычными шампиньонами, например, поджарив их на сковородке. Но прелесть именно моего салата в маринованных. Поэтому смотрите сами. Итак, их мы просто открываем в упаковку. Сами они по себе такие довольно-таки уже маленькие. Те, которые маленькие, в принципе, можно так, ну, можно и разрезать. Я, в общем-то, буду скорее всего разрезать. И вот таким вот образом я каждый шампиньон достаю, каждый грибочек. И просто его на две дольки разрезаю. И затем крошу его в салат. Обычно, когда вы покупаете покупные маринованные шампиньоны, то на дне там остается или чеснок, или лук также маринованный. В этих, в общем-то, чеснока у меня не было. Есть только кусочки лука немножко и немножечко морковки. Все это тоже, конечно же, можно покрошить салат. Теперь, конечно же, нужно это все перемешать руками или ложечкой, как вам удобно. Я, в общем-то, уже, в принципе, все это перемешала. Вот так выглядит салат в перемешанном состоянии. Конечно же, нужно его, во время того, как вы его мешаете, нужно, конечно же, посолить, добавить соли по вашему вкусу. Вот. И, конечно же, если вы как бы сидите за своей фигурой, то лучше больше ничего не добавлять. Но если вам, в принципе, все равно, то лучше добавить, конечно же, растительное масло. У меня вот обычное растительное масло с добавлением оливкового. Но, так как я все-таки тоже хоть немножко, но слежу за фигурой, поэтому я чуть-чуть добавлю. Ну, вы уже можете добавлять по своему вкусу. Можно добавить и оливковое, например, чистое оливковое масло. После того, как мы добавили растительное масло, ну или вообще любое другое масло в наш салат, нужно, конечно же, его еще немножечко перемешать, в общем-то, аккуратненько. И последнее, что можно в него добавить, это любые специи по вашему вкусу. Честно говоря, сейчас у меня дома особо никаких специй нет, подходящих для салата, у меня есть только специи для мяса. Поэтому я добавлю просто обычный перец и немножечко поперчу свой салат. Ну, а вы можете добавить любые специи, которые, в общем-то, вам по вкусу. Ну, наверное, это все. О, вот такой вот замечательный салат у нас получается. Очень-очень вкусный, на самом деле. Очень легкий, быстрый и дешевый. Поэтому надеюсь, что вам понравилось. Всем большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok